Сегодня, как и на протяжении, я думаю, всей следующей недели, главная тема, которая будет обсуждаться российскими властями и госпропагандой, это, конечно же, саммит БРИКС в Казани, которую, ну, действительно, и будут использовать как очень серьезное оружие для государственной пропаганды в борьбе за наше с вами сознание. И у этой площадки, у этого форума, у этой организации, на самом деле, поставлены, ну, по крайней мере, для российских властей очень серьезные задачи. Они не связаны с каким-то там экономическим или там вопросами безопасности или какими-то там научными, медицинскими направлениями и задачами. Задача совершенно другая. Дело в том, что на протяжении последних 30 лет российская система, политическая система держалась на трех столпах, один из которых незыблемый до сегодняшних дней тезис, что зато нас во всем мире уважают. Да, у вас нищенские зарплаты, да, растут цены, да, у нас проблема с пьянством и разгулом наркомании, да, мы видим, что промышленность в руинах и наука утекает из стран, но зато нас уважают во всем мире. И на протяжении 30 лет этим оправдывали и пенсионные реформы, и мусорные реформы, и провалы в реформах здравоохранения и образования. И многие люди действительно в это верили и оправдывали этим тезисом многие абсолютно деструктивные, опасные, разрушительные тренды, которые мы видели каждый день в нашей с вами жизни. И вот эта история с международным форумом организации, еще и в России, еще вот в это непростое время, должна создать иллюзия отсутствия изоляции, что это не какие-то дискуссии с Западом, с какими-то экономически развитыми странами, которые вот сильно ударили по перспективам России, никакой изоляции нет, посмотрите, вот, пожалуйста, телевизор вам показывает живую картинку. И удивительно, если мы перемотаем с вами на 15 лет назад, на 18 лет назад, на минуточку, то изначально-то вся тема была вообще такой формальностью в 2006 году, какой Брикс, ну, очевидно, да, что это страны сильно отстающие, да, самая, скажем так, бедная половина человечества на нашей планете. И все это на фоне любви к Западу, а тогда это было, ну, как говорится, в самом разгаре. Помните, Медведев с айфончиком, какие-то там, значит, лобызания с американскими президентами. И это все, ну, казалось, очень неубедительно, но, как выяснилось, действительно многоходовка. И вот этот план был очень и очень долгоиграющий. Потому что сейчас, когда, ну, как говорится, других, наверное, ожиданий, надежд, если так можно выразиться, нет, действительно, наверное, это спасительная ниточка, показать российскому налогоплательщику о эффективности российской власти, показать некую альтернативу и сказать, вот, посмотрите, не зря вы терпите, не зря вы затянули пояса, не зря вы вошли в положение. Естественно, да, официальные заявления, которые там были сделаны, я, если честно, сильно удивился, думал, что все будет немножко в другой риторике, да, учитывая настрой Кремля и действующего президента. Ну, очевидно, да, что, наверное, хотелось как-то с высоких трибун заявить о жесткой антизападной политике. Ну, по-видимому, другие участники этого процесса имели немножко другое мнение. Кто-то опасался, кто-то откровенно, да, занимал другую позицию. Поэтому никакой антизападной риторики не было. И все это, учитывая вот эту российскую конъюнктуру сегодняшнюю, которая, ну, очевидно, к российскому зрителю такой однозначный посыл адресует. И вдруг вот такая очень сдержанная, очень, знаете, как будто на полусловие оборванная риторика. И вот этот официальный релиз, как они там, соглашение, которое они там согласовали, да, я послушал, президент сказал, что совместными усилиями удалось достичь прогресса на трех ключевых направлениях. Правда, потом озвучено шесть направлений, но тем не менее. Политика, безопасность, экономика, финансы, культура и гуманитарные контакты. И я, если честно, услышу вот это. Ну, а какие здесь могут быть, как сказал президент, совместные усилия, да, и какие-то прорывные, там, значит, ключевые направления. Но в экономике, в финансах, учитывая зависимость мировых, значит, элит, стран, да, других государств, в том числе участников или гостей этого форума от доллара, я не думаю, что они в вопросах финансов будут как-то чем-то там рисковать, да, учитывая, что мы каждый день читаем новости, что это государство, и это какие-то ограничения, какие-то там меры не самые конструктивные принимаются. Путин показал в шутку, как это написала пресса, образец потенциальной валюты Брикса. Я так прикинул, как на него посмотрели делегации из Китая или из Индии, которые, ну, очень переживают, да, это особо не скрывается за возможные санкции со стороны экономически развитых западных стран. И я, ну, понимаю, почему сказано в шутку, потому что, наверное, кто-то бы из присутствующих, наверное, мог бы по этому поводу какие-то вопросы начать задавать, а то и возмущаться. Они заявили о необходимости создать инвестиционные платформы. И здесь мне понятно, да, суть того, что происходит, ведь очень много компаний ушло из России, и это одна из таких больных мозолей санкций, которые вот на протяжении двух с лишним лет здесь реализуются. И действительно недофинансированность ряда направлений привело к их спаду, да, привело к деградации, к сокращению, а вслед за этим увольнение и дефициту той или иной продукции, да. Понятно, что какая-то перераспределение, какая-то часть перераспределена в отношении других стран, да, одна экспансия поменялась на другую, но, тем не менее, самостоятельности для нашей страны не прибавилось. И вопрос, а где взять эти инвестиции, ну, опять же, эти государства, потенциально включившиеся в эти обязательства, они сами в такой же зависимости находятся, они сами опасаются этих же перспектив, да. Кто-то, в принципе, находится в такой же ситуации, как Иран, например, да. И я не думаю, что здесь будут какие-то толпы желающих вложить миллиарды, красивые соглашения, но вопросов нет, да. Что за ними будет дальше? Вопрос риторический. Я, несмотря на помпу, с которой это все преподносит российская власть по телевизору или радио официальных традиционных государственных СМИ, понятно, на что это нацелено, но, тем не менее, не жду никаких прорывных результатов здесь. И сказал бы, что некая картинка, такая формальность, да, за, как мне кажется, очень большие деньги, да, кто-то скажет пир во время чумы, учитывая, что у нас дефицит бюджета и сокращение социальных расходов. А здесь вот, пожалуйста, для того, чтобы красивый фасад, красивые фотографии, кадры получить, это очень себе даже большие вопросы вызывает об эффективности подобных трат. Но, тем не менее, результатов ждать не приходится, в первую очередь, из-за зависимости стран-участников от той же Америки, от той же Европы. И здесь, наверное, даже не столько страх санкций, сколько официальная позиция, по которой присутствующие государства, их правительство и лидеры заявляют о важности этих отношений, этого партнерства с ненавистным западным миром. И это, ну, как бы не исключить и не вычеркнуть, оно действительно с логической точки зрения так, крупнейшая экономика планеты, кто будет с ними ругаться, даже если тебя попросят, да, страны-соседи или кто-то еще, когда ты зависишь от поставки технологий, каких-то научных достижений, разработок, финансов в том числе, в конце концов, да, и задаешься вопросом, да, кому тогда это нужно, для чего все это делалось, помимо, да, каких-то формальных картинок и так далее, но национальных интересов здесь точно не углядишь. Ну, вы, в принципе, видели, как это готовится, когда сказали, вы на своих ведрах здесь поменьше передвигаетесь, там, или что, помните, да, громкий скандал, возмущение жителей, которым сказали о том, что на своих развалюхах, старых машинах здесь не появляетесь, да. Потом, конечно, власть от этого открестилась, сказала, ребят, да разве мы можем так говорить собственным народом, да. Здесь, как говорится, за руку не поймали, точно этого не узнаешь, но то, что это в духе того, что происходит в России, в это охотно, охотно верится. И, как правило, да, подобные шаги, помните, вот Олимпиада проходила 10 лет назад, да, это приблизительно то же самое. Синей тканью зазанавешивали вот эти разваливающиеся здания, какие-то средства коммуникации, где-то там что-то, значит, пытались быстренько залатать, потому что мировое сообщество не должно видеть реальное положение вещей. То есть, иными словами, они пытаются исказить то, что на самом деле происходит, создав какую-то картину, ложное представление о том, что на самом деле происходит в нашей стране. И знаете, я читал тут на днях интересный опрос, да, 30% опрошенных в Америке считают, что в России коммунизм. Когда такое слышишь, что происходит, как такое может быть? 30 лет так-то на минуточку прошло. Люди по инерции до сих пор воспринимают Россию как Советский Союз, коммунистическим правительством. Все дело в государственной пропаганде, которая именно такую картину, именно такой посыл и пытается создать, да, играя на национальных, идеологических, исторических чувствах, да, создавая вокруг себя образ, да, вот этого народного, не олигархического, не, там, чиновничьего, а именно такого народного правительства и власти через какие-то официальные заявления, не беря в расчет реальную политику, реальные законы, реальные реформы, инициативы, которые, ну, мягко говоря, совершенно на другое нацелены. Поэтому попытаться исказить реальное положение, а ровно скрыть нищету, которая сформируется в нашей стране. Казань, конечно, здесь, ну, как говорится, немного выбивается из общероссийского списка, да, регионов, но тоже, как говорится, в сравнении с другими странами, наверное, также по-прежнему находятся в хвосте. И, видя, да, страны, которые сюда приезжают, учитывая потенциальные возможности, их-то заинтересованность вполне себе понятна. Все понимают, в какой ситуации находится Россия, что нужны рынки сбыта для нефти, для газа, для угля, для золота, для леса. И это большая проблема, поэтому есть возможность одну экспансию Запада, которая здесь господствовала, и все это подминала под себя, сменить на другую экспансию, но в данном случае Востока, да, кто-то скажет Азии, кто-то скажет Юга, но в любом случае это уж точно интересами национальными назвать сложно. Ведь если бы мы взяли с вами за основу, что Россия поменяла бы, правительство, власть нашей страны поменяла бы курс и сделала шаг в сторону развития, в сторону вложений в реальный сектор экономики, в сторону финансирования науки, образования, в сторону действительно национального курса и интересов с глубокой переработкой сырья, не продажей зерна на мировой рынок, чтобы там росли отрасли и сфера экономики, не нефть, а уже нефтепродукты в данном случае, и там, я не знаю, серьезные переработки леса того же. Но вместо этого мы гоним сырье за рубеж, и видеть здесь национальный интерес, если мы из одной страны перекидываем это в другую страну, по-прежнему не приходится. Хотя интересы других государств, они здесь будут очевидны, ведь Россия 40% природных ресурсов сосредоточила на своей земле, включая землю, включая воду питьевую, включая леса, что является восполнимыми источниками природными. И тем не менее в мире в 21 веке, очевидно, за это будет очень большая конкуренция. Поэтому я прекрасно понимаю десятки стран, которые хотели бы здесь сотрудничать. Помимо этого, если мы посмотрим с вами, да, и кто-то скажет, Николай, ну давай будь объективен до конца, ведь Советский Союз тоже в этом плане проявлял большую активность, и такие союзы, советы, такие взаимодействия организации были достаточно распространены, но мы с вами должны опять же понимать, да, что цель этого сотрудничества не была целью продвижения классовых интересов с точки зрения правящего буржуазного капиталистического класса, да, а все-таки были интересы трудящегося, да, трудового народа. И с Советским Союзом взаимодействовали по причине возможностей, да, получения возможностей продвижения научных каких-то потенциалов, получения каких-то технологий, вопросов, я не знаю, передовых наработок в здравоохранении или каких-то там промышленных вещей, создания какой-то инфраструктуры, в том числе совместной, тех же инвестиций, да, может быть, в виде кредита, что, кстати, является большой дискуссией. Я признаюсь, не имею здесь такого однозначного решения, да, может быть, эти вещи действительно нужно было в каких-то более умеренных формах продвигать, но политика, история, да, не имеет сослагательных наклонений, такие страницы их уже не сотрешь. И это понятно, почему страны всей планеты тянулись и готовы были искренне эти союзы заключать и в этих совместных организациях друг друга поддерживать по причине того, что тот курс, который проводился на нашей территории, очевидно, был предметом внимания и притяжения для народов других государств. Они также хотели бороться за социальную справедливость, за народовласть. Они также заинтересованы были в улучшении жизни трудящихся своих стран. И это действительно, наверное, логично и понятно каждому. Сейчас, если мы попытаемся осмыслить и проанализировать, что является двигателем сегодняшних событий, все что угодно, но уж точно не интересы трудящихся, точно не интересы большинства. Хотя сегодня они уже приняли итоговую декларацию, я, честно говоря, не понимаю, чем они будут заниматься завтра, но, по-видимому, наверное, будет какое-то выступление президента Путина. И так вот вангуя, попытаясь как-то какие-то предсказания на этот счет, конечно, будут говорить о взаимном сотрудничестве, о взаимной поддержке, о каких-то будущих проектах и так далее, без какой-либо конкретики, без каких-либо четких планов. Для чего? Чтобы российское общество, российский народ, те, кто оплачивает эти вещи, эти события, эти форумы, не смогли оценить, насколько власть смогла достичь тех целей, обязательств, которые она на себя брала.